МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у нас два выпускника клуба «Белая рысь», имеющих непосредственное отношение к первому лицею, Даша Филипенко и Дима Шейма, и их гвардии, которые они лично подбирали и тренировали. Первый лицей, специальная игра, эрудит пятерка, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Первая наша игра – блеф игра или донетка. Даша, вы часто в своей жизни говорили нет? Да. Хорошо, найдите еще одного такого умельца в вашей команде. Это Леша. Понятно. Алексей, подождите. Дима, много ли раз вы слышали нет? Да. И это правильный ответ. То есть и нет, и да у нас прозвучали. Дима, кто у вас может тоже достойно сказать нет? Будет блефовать Даник. Итак, Леша против Даника. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Все очень просто нажать на кнопку и сказать «да», либо нет, согласиться с тем, что я вам, как говорят сейчас дети, впариваю или втюхиваю, либо не согласиться. Играть. Верите ли вы, что пять лет назад практически все белорусы были миллионерами? Да. Почему? Динаминация прошла в 2016 году. И это правильный, исчерпывающий ответ. Даник принес первые пять очков своей команде. Браво! Верите ли вы, что замечательный город Стамбул расположен в двух частях света? Да. А в каких? Не знаю. Понятно. А может быть, Леша знает? Европа и Азия. Да, конечно. Вот если бы ответил, получил бы пять очков, а так просто-напросто немножко, как я сейчас, почесал свое эго. Дал правильный ответ, и теперь вы это знаете. Продолжаем. Верите ли вы, что слова блокчейн, дедлайн и квест – это силлогизмы? Даник? Нет. А что это такое? Не знаю. Кто знает в этой студии, что такое слова блокчейн, дедлайн и квест? Алексей, может, вы знаете, нет? Нет, к сожалению. Нет. Это неологизмы или новые слова. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что кошки проводят во сне треть жизни? Нет. Почему? Они проводят две трети жизни. Да, больше двух трети. В 18-20 часов всякая уважающая себя кошка должна в диета спать. Браво, Алексей. Есть кошка? Да. Сколько? Одна кошка и все. И все. Хорошо. Одна кошка и все. Что еще нужно для счастья человеку? Играем. Верите ли вы, что невооруженным глазом на небе можно увидеть более пяти тысяч звезд? Прошу. Да. Увы, увы, увы. Если вы выйдете при самой хорошей погоде в одном полушарии, вы больше трех с половиной тысяч не увидите. И теперь вы это знаете. Пять-десять. Команда Даши чуть-чуть отстает. Команда Димы чуть-чуть впереди. Браво, Даниил. Браво, Алексей. Следующий бой. Дуэль. Игра. Пять очных поединков. Пять боев глаза в глаза. Пять просто фейерверков догадливости, ума, сообразительности и нужной вам информации. Итак, внимание. Темы пяти боев дуэли. Наша Беларусь. Ну как бы без нее любимой и синяукой. Весь мир. Тоже хорошая тема. Великий и могучий. Тема о русском языке. Живая природа. Четвертая тема. И пятая тема. А нас, ребята, звездное небо. Звезды, у вас очень мало времени, буквально пять секунд, чтобы решить, кто какую тему готов на себя взять. Вперед! Ну что, Даник, Леша, ты будешь в нас великое могущество. Сделаешь все, что сможешь. Весел вспомнить. Кого-нибудь. Возможно, он там как-то. И вспомнишь, надеюсь. Итак, все решения приняты. Достаточно времени я вам дал. Начнем мы с Даши. Даша, кто любит и знает нашу Беларусь? О Беларуси все знает Даник. Еще бы. Хорошо. Дима, у вас? Саша. Итак, Даник против Саши. Вперед! Вот так они улыбаются друг к другу, как два ковбоя, которые идут навстречу и нащупывают за поясом рукоятки револьверов. Играем. В этой битве 1410 года белорусы вместе с литовцами и поляками разгромили крестоносцев. Даник? Грунвальдская. Грунвальдская битва, хотя европейцы называют ее Таненбергом. Почему-то играем. У немцев Гутенберг, у русских Федоров, а у нас, белорусов, он. Скорина. Он был у нас первопечатником. Это правильный ответ. Отлично. Играем. Он возглавил восстание 1863 года в Беларуси. Фальстарт у вас, Александр. За этим очень строго следит наш электронный судья. И Даниил естественно, естественно зажигает свет на своей половине. Прошу. Костой-Скалиновский. Было такое дело. Продолжаем. Основателем именно этой международной организации в 1945 году выступила Белорусская Советская Социалистическая Республика. Саша? ООН. Громыка ездила. Да. Одним из основателей ООН, Организации Объединенных Наций, была наша Беларусь. Тогда еще Белорусская Советская Социалистическая Республика. Играем. Этот замок в 2000 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несвирский. Несвирский это неправильный ответ. Саша, что у нас остается? Мирский замок. Мирский замок это правильный ответ, да. Именно с мира начало всемирное наследие ЮНЕСКО осваивать достопримечательности нашей замечательной страны. 20-20. Прекрасная игра. Следующий бой. Даша, весь мир. Всеобъемлющая тема. Кто готов обнять все? Обнимет все Леша. Леша. Да, он умеет обнимать все. Дима у вас? Пойду я, Геогов. Понятно. Вы думаете, что будет география? Надеюсь. Хорошо. Итак, Леша против Димы. Вперед. Начнем мы с простого, припростого вопроса. Леша, Дим, вот представили себе Южный полюс? Представили, да? А там сейчас зима или лето? Фальстарт у Леши. За этим очень строго следит наш электронный судья Дима. Получается, там лето. Почему? Ну, потому что у нас зима. И что? Смена полушая, и получается, там идет лето, когда у нас зима. Вот, молодец. Все теперь четко объяснил. Теперь зрители в студии это знают. Этот пролив древние греки называли Геркулесовы столпы. Ну, а мы по незнанию называем по-другому. А как? Ну, попробуй искнуть я. Пусть будет Мессинский пролив. Мессинский пролив. Вы не правы, Алексей. Возможно, Гибралтар. Гибралтар. Вы абсолютно точно назвали этот пролив. Отлично. Вот говорят, что если воздух движется против часовой стенки к центру, это циклон. А если он движется наоборот, что это? Это антициклон. Правильно, Леша, это антициклон. Логично. Продолжаем. Наименьшая высота в Евразии, представляете, минус 395 метров. Это уровень этого моря. Дима? Уровень этого моря. Абсолютно точно. А где он находится? Впаде на Кхор в Израиле. Профессионал. Ну и заканчиваем. Именем белоруса Костюшку названа гора на этом континенте. Леша? Это Австралия. Австралия, конечно. 35-30. Алексей вводит команду Даши. Вперед. Следующий бой. Играем. В одни сомнения и тягостных раздумьев. Только ты мне надежда и опора о великий и могучий русский язык. Сомнений нет, тягостных раздумий нет. Дарья сейчас отправит кого-то в бой на тему великий и могучий. Отправляю Катю. Катя, хорошо. Кого отправляет Дмитрий? Буду надеяться, что Максим вас удивит своим косноячием. Верю. Итак, Катя против Максима. Вперед. Великий и могучий. Именно так Владимир Иванович Даль охарактеризовал русский язык в названии своего знаменитого словаря. Да. Великий и могучий. Великий и могучий – это немножко из другой оперы, это из стихотворения в прозе. Катя. Толковый. Толковый. Нет, толковый словарь. Полностью называется «Толковый словарь живого великорусского языка». Теперь вы это знаете. Продолжаем. Этот стиль языка используется в общении между людьми в неофициальной обстановке. Ну, как я вот сейчас с вами разговариваю. Разговорный. Разговорный, конечно, поговорили. Дальше. Волчонок от «Волка», ну не в природе, а в русском языке, образуется именно этим способом. Суффиксальным. Суффиксальным. Отличный ответ. Маяковский. Да будей негром преклонных годов, и то без уныния и лений, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал. Закончите. Ленин. Ленин, вы правы. Да, есть такие стихи у Маяковского. Ну и заканчиваем. Это и основная единица синтаксиса, и то, чего хочет дождаться каждая девушка. Отвечая почему-то, Макс. Предложение. Делали? Нет, еще. У вас все впереди. Это правильный ответ. И вот своим предложением о предложении Максим вывел команду «Димы вперед». 40-45. Дальше. Играем. Даша. Живая природа. Это, говорят, химбио. Специальность. Кто готов? Я пойду. Хорошо. Живая Даша против живого кого, Дима? Анастасии. Даша против Насти. Вперед. Итак, знатоки живой природы. Внимание. Ну, тоже с простого вопроса начну. Даша, Настя, а вот какой медведь крупнее, белый или бурый? Даша? Белый. Белый? Точно? Нет. Не уверены? Нет. А мужские буры? Пускай белый будет. Пускай будет белый, честная девушка. На самом деле, бурый около 300 килограммов, белый бывает и до 600. Суд доходит. Вы правы, Даша. Вы сравняли счет. Наш белорусский зубр – близкий родственник этого, так сказать, американца. Даша? Бизон. Бизон. Был такой. Играем дальше. Ну, в живой природе, как в сказке, три царства. Ну, если в сказке золотое, серебряное и бронзовое, то в живой природе три царства? Растений, животных и бактерий. Настенька, итак, растения. Дальше. Животные. Грибы, протистые бактерии. Вообще их пять. Ну, слово «грибы» прозвучало. Ну, в пятом классе, в шестом рассказывают, что третье царство – грибы. Ну, вы – профессионал. Грибы, протистые бактерии. Да, вот теперь вы это знаете. Зачина, наиграем. Так называют не только молодых людей, слегка подвинутых на учебе, но и ученых, изучающих растения. Например, Настю. Фальстарт у вас, Настя, это очень строго за этим следит наш электронный судья. Дашенька. Ботаники получаются. Ботаники получаются. Вот о Даше не скажешь, что она ботаник, живая совершенно. И о наших лицеистах. Ну, кто из них похож на ботаника? Разве что я. Играем. Дельфин каждые 15-20 минут должен всплывать. А для чего? Чтобы подышать. Чтобы подышать, конечно, он у нас дышит легкими, как человек. 55-55, вот как нарушено. Равная очень игра. Следующий бой. Играем. Две вещи больше всего изумляют меня. Звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня, говорил кёнигсбергский мудрец Иммануил Кант. Я с ним полностью согласен. Но звездное небо раскинулось тут слева от меня и справа от меня. Даша, выбирайте любую звезду. Самая крупная звезда у нас Сева. Ну, я думал, я. Хорошо. После вас. Дима, у вас? У нас альфой будет Даник. Хорошо. Итак, Сева против Даника. Вперед! Начнем с простого вопроса. Их на небе всего 88. Даник, созвездий. Это правильный ответ, да. В хвосте малой медведицы это звезда. Фальстарт. Фальстарт Сева. Очень строг наш сегодня электронный судья. Даник Лашидович. Полярная. Полярная? В хвосте малой медведицы. Не в большой. Именно там альфа малой медведицы, полярная звезда. Браво! До сих пор не утихают споры. А достигли ли американцы этого небесного объекта? Луны. Что, серьезно споры идут? Ну, они же там вроде летали. Кто-то спорит. Кто-то спорит. Не без оснований, кстати, спорят. Целая литература по этому поводу есть. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Именем этой галактики назвал свою знаменитейшую фантастическую утопию Иван Ефремов. Что же за ближайшая к нам галактика такая? И знаменитейшая утопия о коммунистическом будущем. Туманность Андромеды. Блестяще Сева. Да. И Михаил Васильевич Ломоносов рифмовал. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет. Бездне. Закончите. Дна. Бездне дна. Срифмовал Даник. Отлично, Данил. Данил не зря вышел. Он нас не только знает, он еще и рифмует, он еще и соображает, даже когда не знает. 60-75 плюс 15 принес Данил. Следующий бой. Сейчас начнется наше скоростное централизованное тестирование или тест-игра. Тема «Наша Беларусь». Белорусская тест-игра. Но у нас не нужно ставить галочки, крестики ручкой черного цвета на бланках. Даша, просто говорить. Кто? Катя. Екатерина, готовьтесь. Дима. Александр. Итак, Катя против Саши. Вперед. Отлично. Первая промышленная нефть на нашем реческом месторождении была добыта. А. В 1964 году. Б. В 1974. И. Д. В 1984. В 1974. В 1974. Вы не правы. Александр, у вас есть шанс? В 1984 году. В 1984. Ребятушки, первая нефть в начале 60-х, 64-й год. Запомните это и запишите где-нибудь там у себя на подкурке, вдруг пригодится. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Розовые цветы на белорусском гербе. Это. А. Клевер. Б. Лем. Ц. Васильки. Катя. Клевер. А как по-белорусски? Конюшина. Да, косил ясь конюшину и помещал на белорусский герб. Браво, Катя. Десять очков. С лету. И почти догнали. Продолжаем. Поиски. Третья ракета и альпийская баллада. Писал. А. Иван Шамякин. Б. Василь Быков. И. Ц. Владимир Короткевич. И Катя снова быстрее. Катя. Василь Быков. Василь Быков. Да. И третья ракета и альпийская баллада. И знак беды. И много замечательных еще прозаичных творогов. Гуляем. Главный Гомельский собор носит имена святых. А. Бориса и Глеба. Б. Петра и Павла. Ц. Кирилла и Мефодия. И Саша сумел выиграть. О, Екатерина, Сашенька. Петра и Павла. Петра и Павла, конечно. Петра и Павловский собор. Прекрасно. И заканчиваем. Высший орден Республики Беларусь. Это орден. А. Скорыны. Б. Почета. Ц. Отечество. Саша. Отечество. Да. А вы знаете, вы правы. Высший орден. Орден Отечества. Но есть еще звание Герой Беларуси. Но это почетное звание, а не орден. Так что вы абсолютно правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, 8095. Снова притягивает одеяло удачи на себя. Команда Димы Шеймы. Поехали. У нас слайд игра. Вперед. Ну, обычно слайд игру очень и очень любят. Ну, когда она азмучная, а не тематическая. Буковка, картиночка и отвечай. Если там буква Б и вот такой зверек, это бобер или бобр. А если там небоскребы, это город Дубай, конечно же, на букву Д. Итак, тема у нас сегодня будет «Люди Беларуси» или «Лица Беларуси» знаменитые во все века белорусы. Даша, есть у вас человек, который в лицо знает буквально всех белорусских звезд? Конечно, это Сева. Сева, все времена, Дима, все времена, все лица, все иконы, все портреты. Да Максим каждого знает. Каждого знает и с каждым знаком лично. Итак, Сева против Макса. Вперед! Ничего сжать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей команды. Ее представляет Максим. Итак, поехали. Макс, я верю в вас. Поехали. Это Кирилл Туровский. Это Кирилл Туровский, замечательный проповедник, живший в каком городе? В Турове. В Турове. Обычно мне отвечают в Полоцке. Понятно. Продолжаем с вами, Сева. Евросинья Полоцкая. А в каком городе она была? Наверное, в Турове. Да, шутку вернул. Прекрасно. Обменялись 15-очковыми ответами. И продолжаем мы с Максимом. Прошу, Максим. Тишина, тишина, тишина. Это Румянцев. А чем он знаменит? Ну, дворец у нас есть его. Да, дворец Румянцев. По сути, он перестроил после пожара наш Гомель. Канцлер Российской империи. Ну, заодно и нам помогал. Прекрасно. Сева, играем с вами. Ирина Паскевич. Ну, а чем она знаменитая? Есть гимназия Ирининская в городе Гомеля. Ну, и вообще, она последняя хозяйка Гомельского дворца. Известная благотворительница. Кстати, глазную лечебницу построила на свои деньги. И подарила, кстати, дворец новорожденной советской власти. Максим, с вами. Предположу, что это песняры. У тебя понятно, песняр. Это самый главный песняр. У него есть имя и фамилия. Ого. Ого. Три. Две. Одна. Ой, калядочки, блин и ладочки. Ну? У него есть имя. У него есть имя какое? Имя, фамилия. Понятно. Перед вами основатель фолк-рок группы песняры легендарной Владимир Мулявин. Теперь вы это знаете. Встречайте, Мулявин! Сева, играем с вами. Жарес Алферов. Браво! Это Жарес Алферов, лауреат Нобелевской премии. Да, великолепно. Максим, играем с вами. Да, это его единственный автопортрет. Художник. Ну и художник, если Беларусь, то он шагал, наверное. Нет, шагал вот до такой степени в концлагере не сидел. Может, Сева знает? Малевич. Малевич, понятно. Это художник-фронтовик, который оказался в концлагере. У него есть серия потрясающих, берущих за сердце картин, лишь бы на сердце. Это Савицкий, кстати, герой Беларуси, ныне покойный. Теперь вы это знаете. Теперь вы это, я надеюсь, посмотрите. Все мы играем с вами. Письменникова беларусов ведаете? Предположим, Короткевич. Владимир Семенович Короткевич. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ Макс? Ну, это новинский космонавт. Космонавт, третий беларусь. Космонавт, да, отлично. Прекрасная картинка. Ну и хорошо. Ну и поставьте точку, Сева. Дарья Домручева. А чем она знаменита? Четырехкратная олимпийская чемпионка и герой Беларуси. Отличный ответ. Да. Вот не везет Максиму с картинками вечно. Вот не его это. 155, но тем не менее достойно сражался. 155 у соперника. 140 у команды, которую сейчас представлял Максим. Команды Димы Шеймы. Рисклера, вперед! Я знаю, что Даша у нас мудрый капитан. И она не станет рваться на самую решающую игру сама. А выберет самого-самого-самого из своего коллектива. Самый-самый-самый у нас Даник. Вот так и руководите своим коллективом, когда вы выйдете на работу. Дмитрий. А я буду глупым капитаном и пойду сам. Даниил Галушка против Дмитрия Шеймы. Вперед! Наша Беларусь. Именно в этом белорусском городе можно найти знак «Центр Европы». Даниил? Его можно найти в Полоцке. Были? Был. Не раз. Видели. Хорошо. Прекрасный ответ. Еще дальше уходит от соперника. Продолжаем. Весь мир. Ее называют страной тысячи озер. Хотя на самом деле там озер более шестидесяти тысяч. Напрашивая. Ну просто вот напрашивается ответ. И хорошо, что он не напрашивается. Это не Беларусь. У нас столько нет. Это страна Суоми. Финляндия. Играем. Великий и могучий. Белинский писал. И явился он. И русский язык обрел новую силу. Прелесть, гибкость, богатство. А главное, стал естествен. Стал вполне русским языком. О ком это он? Дима? Пусть будет Пушкин. Конечно, Пушкин. О ком же еще так красиво мог писать Мистовый Виссарион? Продолжаем. Живая природа. В гербовнике 18 века сказано о городе Гомеле. Цитирую. Ибо таковых зверей в окрестностях всего города весьма много. Каких зверей? Дима? Рыси. Да, почему гербовник и рекомендовал рысь в герб нарождающегося города Гомеля? Счет сейчас 175-180. Впереди после двух блестящих ответов Дмитрия Шейба. Звездное небо. Ну, самая звезда яркая в этой студии, естественно. Даже и двух миний быть не может. А самая яркая звезда нашего неба это... Самая яркая звезда нашего неба. Тишина, тишина. Студия раз. Даниил, вам нечего терять. Ну, солнце. Да? А не Сириус, случайно? Пускай солнце будет. Пускай солнце будет. Ну, у Сириуса звездная величина минус один. У Солнца звездная величина абсолютная. Минус 21. Вы правы. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова